Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов! Да, потрясающе! Да, то есть мы будем основывать наше морализаторство на произведениях одного из, в общем-то, поэтов прошлого. Ну, замечательно, Данте Алигири. Ну, не знаю, ну давайте про Пушкина, что ли, напишем. Вот, а Пушкин, Пушкин, не знаю, да, считал, что вот онегинское поведение это хорошее поведение, да, и давайте вести все так себя, это же обязательно так надо делать. Да, так вот, в девятом круге Ада у нас Иуда, Брут, Касси, это все предатели, определенно предатели, конечно, да. Выбор Данте ни таким образом не был случайен, в нем ухвачена сущностная истина. Сущностная истина. Вот, остановимся пока что здесь. Давайте-ка, пожалуй, обратим внимание на то, что в христианской мифологии понятие предательства имеет коренное значение. Убийство, фигня, воровство, фигня, да, не знаю, там, прелюбодеяние тоже ерунда, как бы, относительно предательства. Почему? Почему? Потому что у нас в христианской мифологии, в общем-то, в Библии описано несколько актов такого фундаментального антологического предательства. Одно из самых главных таких предательств, это предательство Люцифера. Да, Люцифер предал Бога, решил из-за своего тщеславия сесть, в общем-то, на его трон и в итоге, в общем-то, отправился в ад, как и положено, в общем-то, его и было. Замечательно. Да, один из главных сюжетов, один из главных персонажей, в общем-то, всей христианской мифологии, то есть дьявол, он оказывается предателем, предателем Бога. Также, если мы посмотрим на 10 заповедей, не найди там себе другого Бога, и много заповедей, связанных так или иначе с Богом. Почему? Потому что найти себе другого Бога, это значит предать его. Да, в центре христианской догматики, именно поэтому, именно поэтому в центре христианской догматики лежит понятие предательства. Конечно, Данте выбрал это понятие не случайно. И никто не говорит, что это глупо говорить, что это сущностная истина, ну потому что Данте, он не просто воспитывался в христианской культуре, как и мы все. Нет, Данте был христианином, в общем-то. И было бы очень странно, если бы он придерживался каких-то иных воззрений, было бы очень странно, если бы он не выбрал предательство одним из самых главных грехов. Просто это характерно для нашей культуры. Продолжаем. Предательство, как может засвидетельствовать каждый из нас, да ну нифига себе уже каждый из нас может засвидетельствовать. Я не могу. Все, значит уже утверждение неверное, которое вот произнесено, оно уже ложное, понимаете. Если кто-то из вас тоже не может, но оно становится в разы более ложным. Так вот, предательство действительно стоит особняком среди людских прегрешений. Хм, вызывает особое возмущение и брезгливость. Ничего себе, да? На самом деле мне плевать. Благодоведно. Да все предательство, да все прочие другие вещи, которые так или иначе с ним связаны. Предательство субъективно. А предать действительно можно, наверное, только Бога. И то, если он и есть. Предать человека крайне сложно. Вообще ситуация, когда кто-то кого-то предал, очень часто бывает двоякой. То есть, точно определить предательство в реальной жизни крайне трудно. То есть, вообще непонятно, почему мы должны верно держаться того или иного человека. Во всех ситуациях. Чтобы он ни в коем случае, он сам не подумал, что мы его предали. Потому что это субъективная категория. И если он подумает, что мы его предали, якобы произойдет предательство. А большинство предательств носят именно такой характер. Когда какой-то человек там подумал, что вот другой человек как-то нехорошо себя повел по отношению к нему. То есть, это такая субъективная, такая глупая вещь, которая не имеет никакого отношения до нормального такого к реальности. Предательство возникает в голове того, кто думает, что его предали. Обыкновенно это так. То есть, предатель даже обычно и не думает о том, что он кого-то предает. Он поступает так, как иногда должен поступить. А иногда поступает так, как, в общем-то, ну, так, как поступает. Не особо даже задумываясь о последствиях и о том, что он кого-то предает даже. Из этого получается, что, ну, от предательства мы не можем засвидетельствовать все вместе, что это действительно, оно стоит особняком среди других людских прикрешений. Продолжаем. В истории мифологии мы находим сполна воспеваемых и одобряемых случаев убийства, насилия, кражи, обмана, распутства, чрезмерности и чего бы то ни было еще. Но в христианстве действительно это допустимо. Все, все это допустимо. Кроме предательства Бога и других христианам, потому что они подобны ему все-таки. В некотором роде христиане подобны Богу. Ну, судя по христианским текстам, если вот так вот думать, ну, судить с точки зрения христианских текстов, то да. Получается, действительно, предательство должно иметь место, потому что оно занимает фундаментальное положение в аврамических религиях. Так, актам же предательства никогда не достается возвышенного лоска. А давайте, не знаю, попробуем вспомнить. Попробуем вспомнить что-нибудь такое вот интересное. Хм... Да, тяжело действительно вспомнить, но я просто не помню каких-то больших актов предательства в других мифологиях, где на это именно делается акцент большой. В христианстве всегда делается акцент. Иуда. Иуда просто сразу. Один из самых главных, в общем-то, сюжетов христианства, это сюжет о том, как, в общем-то, Иуда предает Христа. Вот сразу вспоминается так, щелк. В буддизме есть ли предательство? И есть ли там какой-нибудь фундаментальный аспект предательства, чтобы это вот так вот прямо сразу бросалось в глаза? Да вроде нет. Нет. Действительно, возможно, есть некоторые акты предательства. Некоторые акты. Но это не значит, что они образуют саму мораль, ценности всего-то ирета в рамках христианства. Ой, то есть буддизма. Нет. Актом же предательства никогда не достается возвышенного лоска. Отвращение это, что любопытное, не находится в непосредственной связи с пагданными последствиями, и остается таковым даже тогда, когда никакого действительного урона обманутая сторона в сущности не понесла. Дело здесь, я полагаю, в том, что предательство не есть некий высший вид злокозненности. Это просто единственное подлинное моральное явление, корнями которого... Корнями которой уходят все прочие. Ну, мы уже с вами обсудили, что предательство. Предательство как таковое, оно субъективно. Оно крайне субъективно. И мы, по сути, ну, не можем порой зафиксировать, кто кого предал, и действительно ли вы предали этого человека, или он вас предал, кто кого вообще здесь предал. Может быть, два человека, которые, ну... Два человека могут думать, что они предали друг друга, в общем-то, одновременно. И ненавидеть при этом друг друга. И что в этом аморального? Ну, только то, что оба человека глупыми в данной ситуации оказываются. Замечательно. Продолжаем. По своей природе предательство... Природа предатель... Не люблю слово природа. Вот природа. Природа человека сразу. Ух! Природа человека и природа предательства. По своей природе предательство представляет собой нарушение нами своего долга. Да мы уже что-то должны, оказывается, внезапно. Ну, ладно. У Канта действительно философия. Философия долга моральная у него. Да, это так. А, но... А с чего это мы все должны говорить о долге? Почему у нас у всех есть какие-то обязательства? И дальше продолжаем. Отречение от собственных обязательств. Какие-то у меня обязательства есть. Перед кем? И не я ли решаю, когда мне отказываться от тех или иных обязательств в тех или иных ситуациях? Утверждение это, однако, не является реверансом личного эгоизма. Дело в том, что приведение нами собственной жизни в порядок и ее здоровье развитие не есть только лишь в наших высших интересах. Это в интересах всего общества и тех, кто вокруг нас. Лишь сильные и заботящиеся о себе люди способны менять этот мир к лучшему, и лишь в них это желание может подлинно зародиться. Ну, здесь уже риторика пошла, которая никакого отношения к доказательствам не имеет. Вообще важно понимать, что когда речь идет о моральных каких-то беседах, моральные суждения невозможно доказывать. Их крайне трудно доказывать, по крайней мере, и люди до этого еще не додумались, как доказать моральное суждение. Ну вот, Олегу не нравится предательство. Олег не собирается разбирать сущность явления предательства, ну то есть я вам попытался донести сущность, как это вообще происходит. Олег пытается, в общем-то, взять и гиперболизировать проблему, сказать, вот, предательство это очень плохо, это очень хорошо, потому что человек предает сам себя всегда, прежде всего. Но проблема-то в том, что сам себя он обычно и не предает во время предательства. Большинство так называемых предательств не имеют никакого отношения, в общем-то, к предательству самого себя. То есть человек не думает, ох, 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 сейчас я сделаю что-то очень плохое, предам, я предам его, я отвернусь от него, я воткну нож ему в спину. Нет, предательство обычно выглядит, ну, как-то вот, не знаю, по-другому, они выглядят вот так. Хм, этот придурок как-то очень странно себя ведет. Мне это не нравится, я не хочу с ним общаться, до свидания. Как-то вот так выглядит, на самом деле, предательство, и... Это смешно, это всегда, когда вот эти вот все рассуждения, они не имеют никакого значения. Даже относительно Брута и Цезаря ситуация не такая простая. Но христианская традиция, конечно, преподносит Брута отрицательным, крайне отрицательным персонажам по ряду причин. Ну, что предательство, ну, это просто плохо для христианства. Да, отдаваясь во власть, потачивающим ему регрессу, энтропии, они подвергаются... Ну, опять же, вы помните, да, что там с ложью было, здесь то же самое. Да, злобленность, ожесточение, инертность, отупление, ослабление. Подождите. Ну, да, поближе, если. Хорошо, мы снова четкие. Продолжаем. Скверно внутренних прегрешений неизбежно воплощается затем в поступках, становясь прегрешениями внешними, обильно сочаясь во внешний мир и отравляя все, до чего касается, передавая эстафету деградации дальше. Ну, то есть, ну, конечно, один раз ты кого-то предал, и ты все, ты деградируешь дальше неизменно, и ты не... Вот, да, ты такой, фу, этот козел, он же как дебил себя ведет, я не буду с ним общаться, он дурак, он дурак, и я не собираюсь никакие обязательства перед ним, в общем-то, исполнять. И уходишь от человека, и он воспринимает это как предательство, а потом некий персонаж из интернета говорит, Скверно внутренних прегрешений неизбежно воплощается затем в поступках, становясь прегрешениями внешними. Вот это еще палец большой, и Аллаху Акбар, надо еще говорить в конце, я тебя зарыжу, если не будешь слушать маня. Ну, вот, ну, тут такая вот аргументация, она дурацкая, это какая-то, в общем-то, не знаю, это какая-то проповедь, это проповедь, это не доказательство, ну, вот, здравствуйте. Я вам попроповедую сейчас какую-нибудь херню, и буду очень пафосно рассказывать о том, что с вами будет, если вы будете предавать, вот так, палец вверх. Не знаю, наверное, Олег, когда печатал, у него два пальца вот так вот вверх было, и он мизинчиками вот набирал этот текст, и он так, вы в скверне все будете, если будете предавать. Не люблю морализаторов. Морализаторская философия, ну, это полный отстой, это, честно, это, ну, низшая форма философии, которая вообще только может быть, особенно банальная морализация. Прежде чем стать предателями других, мы таким образом почти, что всегда, сперва, многократно предаем самих себя. Хм, 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 описанная здесь ситуация ни в коей мере не является фигурой речи. Потому что, ну, явно же есть мы сами, которые вот, наши внутренние такие порывы, светлые, добрые обязательно, это мы сами, мы определенно сами, светлые, добрые порывы, мы предаем вот эти вот светлые, добрые порывы самих себя. Но мы их не осознаем, потому что они как-то где-то там внутри, глубоко, очень-очень глубоко, мы вообще не понимаем, что они вообще существуют. Но мы их предаем при этом, не понимая, что они у нас есть и никак не соотносяя их со своей личностью, конечно же. Ну, вот так вот мы и делаем обычно, да? Нет. Являясь вместилищем разнородных и разноправленных сил, человек отдает предпочтение тем, которые обеспечивают ему гомеостаз или толкают вниз. А тем самым предавая конструктивные потенции собственного существа. На самом деле, я не понимаю, в чем вообще проблема. Ну, якобы ты предал кого-то. Кто-то считает, что ты его предал. Например. Ну, я, например, не знаю, считаю, что мы там с Олегом когда-то общались, и считаю, что он там стал популярным, зазнался, и он меня предал, допустим. Ну, мы, правда, с ним никогда в жизни не общались, но вот, допустим, так случилось. И что, мне потом читать ему такие морали, что, Олег, ты деградируешь, ты, в общем-то, спускаешься вниз, все. Ты предаешь, в общем-то, ты предал себя, предав меня. Большинство просто предательств так и выглядит. Вот это реальные предательства, которые встречаются в реальной жизни. Это не сказочные предательства, которые встречаются в литературе. Это не сказочные предательства, которые встречаются в древней истории. Ну, потому что древняя история тоже, по большей части, она такая мифологическая. Потому что, ну, в древности история записывалась, ну, не так уж и подробно, не так уж и именно объективно, не так... Не было цели описать все это объективно. Поэтому она выглядит так пафосно, древняя история, так мифологично, так прекрасно. Вот. Но Олег опирается вот на такие примеры, понимаете, и это проблема. Это Касси, это Брут, это Иуда. А что-нибудь из реальной жизни, пожалуйста. Что-нибудь из того, что вот мы вот-вот-вот, мы существуем с вами, мы с вами друг друга как-то предаем. Причем вот такие предательства, о которых можно говорить в сказочном таком контексте, они действительно очень редки. Это крайне редкие предательства. Ой, да, проще потреблять, нежели создавать, проще жертвовать будущим ради настоящего, нежели настоящим ради будущего. Причем, да, проще жертвовать будущим ради настоящего, нежели в будущем. Заметьте, вот, еще одно противоречие с другими статьями Олега. А, в чем дело? Опять же, допоминаю, что Олег защищает позицию, согласно которой нужно жить в настоящем. И нужно жить настоящим, нужно быть в потоке. Ну, потому что это банальная фразочка из Инстаграма, и, конечно же, Олег ее защищает. Но тут внезапно, внезапно ему понадобилось апеллировать другой позиции. Да, проще жертвовать будущим ради настоящего, как обычно и делает Олег в своих статьях, и как советует делать в своих статьях всем остальным. И вот он требует, да, более трудный путь. Ради будущего, ради будущего надо работать. Нет. А в других статьях он вам будет затирать о том, что, ну, будущее и прошлое, это как бы все воображаемое, а вот настоящее, вот мы сейчас есть. Мы сейчас есть, мы сейчас существуем. Замечательно. Проще немедленно удовлетворять свои желания, а не откладывать гратификацию. Проще повторять раз за разом уже известное, да. Следовать повторяемыми путями, а не отстаивать новое, не осваивать новое. Опять же, с освоением нового у Олега тоже проблемы. Он же говорит о том, что философия это не создание чего-то нового, это не создание новых идей. Нет, это наоборот, это открытие каких-то вот базовых идей внутри себя. Ну, вроде вот этих инстаграммных фразочек, которые он обычно защищает, там, в здоровом теле здоровый дух, выйди из зоны комфорта обязательно, не знаю, не будь, не кажись, а будь. И вот это вот, про предательство. Безусловно. Вот это освоение чего-то нового. Банальное, типичное морализаторство. Просто вот глупее не придумать, понимаете. И все вот это вот, вроде бы, никак не связано. Проще повторять раз за разом уже известное, следовать проторенными путями. То есть, следовать своему долгу, это же на самом деле, это повторять раз за разом уже известное. То есть, следовать самому себе, своим каким-то вот тем вот неизменным порывам, которые мы могли бы предать, измениться. Вот это вот проще повторять раз за разом. То есть, быть непредателем проще, чем быть предателем в данном случае, оказывается. если уж все развернуть на базе вот этих фраз, но кто следит за фразами, потому что это же пафос, это просто риторика, это просто, ну, симпатичненько написано, ну, там у нас Брут, Касси, Данты, ура-ура-ура-ура, они там, не знаю, предательство это плохо, и там вы будете деградировать, если внезапно будете предавать. Классная аргументация, замечательно, не хватает шимпанзе темных, правда. Темные шимпанзе, здесь вы подошли, темные шимпанзе-предатели-лжецы убили кого-то и съели, вот это да. Проще черпать наслаждение в иллюзиях и садистских применениях своей силы, не создавая действительно основания для радости. Регрессивные силы и формы поведения кажутся узкому мышлению средством избавления от бремени бытия, от присущего жизни страдания, так как каждое мгновение отказа от конструктивного усилия спасает нас от напряжения. Так, а про, пожалуйста, про предательство, я вот просто у меня тема предательства у видео, как бы, и мне хотелось бы про предательство поговорить. Продолжаем, не знаю, конвенции, анализм, определение, хороший поступок, который имеет хорошие результаты, анализм, не виден, не виден, не виден, не виден, а так, про предательство. Я хочу про предательство. Следовательно, этическое значение поступка связано не с последствиями, да, не с последствиями, пребывающими в значительной мере вне нашей власти, а с движущим его истоком, конструктивным или регрессивными силами. Конструктивными или регрессивными силами. Если мы следуем зову первых, то хоть это и не делает нас неуязвимыми, и для неудач и катастроф вероятность успеха, как бы мы его не трактовали, оказывается безмерно больше, чем когда мы отдаемся на волю порчи и хаоса. Порча и хаос. Вот. Да. Предательство. Хочу про предательство почитать. Я пришел читать про предательство. Генетическая концепция... Генетическая концепция морали, зажибись, шауе. Ну, надеюсь, биологи действительно над этим не работают, ну, потому что это было бы, ну, крайне непрофессионально. Генетическая концепция морали противоположно, также содержательная, которая лежит в основе нашей цивилизации, в самой судебной системе, что в целом совершенно справедливо, да, содержательный подход предполагает. Хорошего ступа, который хорош... Бля, где? Где предательство? Мышление в подобных рамках оказывается сбивчивым, противоречивым. Здесь самый крайний пример. То хотя убийство повсеместно признается содержательно аморальным, в отношении его одновременно допускается множество нарушающих изначальную логику извлечений. Так вот. Во всех известных культурах убийство на войне... На-на-на-на-на-на... Про убийство пошло. А где про предательство? Предательство в ряде случаев тоже может считаться вполне так себе приемлемым. Ну вот, например, Цезарь полный... То есть он император, да, он диктатор. Мы не любим Цезаря, и поэтому мы берем, собираем пацанов из Сената и убиваем его. Потому что он всем не нравится. Он всем надоел. А это оправдание? Ну, в некотором роде да. Ну, по крайней мере, те люди, которые убили Цезаря, они, в принципе, считали это оправданием, вероятно. А... Как минимум на них и на бруто это не распространялось. Такое правило. То есть есть примеры. Примеры не очень большие. Поступок никогда не оторван от порождающих его причин. Почему? Ну, можно поступать как-то не вполне... Сообразуя свои действия с некоторым рядом причин. Ну, во-первых, да. Ну, скорее всего, возможны некоторые действия, которые являются, ну, плюс-минус приближенными к, ну, так скажем, не знаю, спонтанным. Ну, например, Мартин Хайдегер работал над спонтанной философией. В том числе над философией спонтанного воображения. Но категория спонтанности у Мартина Хайдегера, она присутствует. Замечу, что Олег работал над темой, связанной с Ницше и Хайдегером. При этом его мировоззрение, ну, никак не соотносится с тем, что, в общем, эти писатели, авторы делали, писали и о чем они рассказывали. А Хайдегер с его спонтанностью, ну, вот, явно мог бы поспорить с Олегом. И это довольно-таки странно, потому что Олег ничего не будет доказывать, не будет апеллировать. Вот поступок никогда не оторвано порождающих его причин. Все, кушайте это, живите с этим, никаких доказательств не будет. Все. У Хайдегера это наоборот, и он человек якобы специалист в Хайдегере. Ну, кажется, нет. Так вот. По этой же причине мы не осуждаем ни кровожадность хищных жверизирей, жестокость же людскую, как и порожденную слабостью людскую кроткость, мы по всей справедливости считаем предосудительными, ибо коренятся они в предательстве. Мы не считаем аморальным и безумцем, ибо он верен самому себе, поглотившему его безумию, и не может отступиться от него. Мораль и аморальность есть там, где есть свобода выбора, по крайней мере, феноменологически. А между регрессивным и конструктивным есть выбор между верностью и вероломством. Ну, очень такая простая, интересная аморалька была прочитана, но ситуации, как я уже говорил несколько раз, бывают значительно сложнее. То есть, люди не выбирают между регрессивным и конструктивным. Ну, то есть, у нас нету вот, с одной стороны, добро, сторона Олега, сторона вот этих вот бизнес-тренингов по улучшению нашего самочувствия, нашего ментального состояния. Олег, в общем-то, реально бизнес-тренер такой, который пользуется стандартными фразами для данного жанра. И доказывает как раз вот те самые тезисы. И на вооружении, кстати, его работы действительно могли бы взять какие-нибудь мошенники. Ну, потому что Олег, в принципе, работает в их духе, ну, просто делает это более интеллектуально. Апеллирует каким-то общеизвестным в философии образом, каким-то вот позициям таким. Известным общекультурным каким-то позициям, ну, вроде текстов Данте. Почему бы и нет? Но просто в философии все это звучит, ну, крайне смешно. Вот у нас есть добро, и у нас есть зло. Есть регрессивное, и есть конструктивное. Есть деструктивное, и есть хаос. А есть великий замечательный порядок. Просто мы не будем доказывать, что есть что, не будем разбирать какие-то промежуточные позиции. Не будем вообще разбираться в том, что в большинстве так называемых предательств вероломства, ну, практически нет. То есть, и свобода выбора, и сохранение самого себя, так скажем, условного, условного самого себя. Ну, потому что я, скорее всего, тоже ложный концепт. Так вот, сохранение вот этого верности самому себя, она остается и у любого предателя. И у лжеца остается. У всех, она у всех остается верность самому себе. Если у человека природа лгать, например, у многих людей такая природа лгать. Или бы быть вежливым, например. Вежливость это тоже определенная форма лжи. Мне, например, она не особо присуща, и я, как видите, говорю определенно правду. Я могу сказать определенную гадость Олегу, я могу сказать то, что я думаю, и не постесняться этого. То есть, ну, наверное, Олег должен был бы оценить мои работы позитивно, раз уж я вот так вот себя веду. Но нет, он будет считать это все равно злом и регрессией. Ну, бывает, бывает. Ну, потому что люди непоследовательны в целом. И когда они пытаются сделать такие вот простые, такие очень-очень упрощенные, околофилософские модели. У нас есть добро, у нас есть зло, у нас есть хаос, у нас есть порядок. У нас есть регрессивное, и у нас есть конструктивное. А вот когда человек пытается работать в такой парадигме, ну, у него получается примитивизация мира, и ни одно событие в мире, в принципе, не укладывается под его модель. Вот вы посмотрите на модель, которую предлагает вам Олег. Как вы думаете, она укладывается в мир? Вы действительно всегда регрессируете, когда вы кого-то якобы предаете? Вообще часто чувствуете, что вы кого-то предаете? И вспомните, может быть, были ситуации, когда кто-то говорил вам, что вы его предали. Вы, наверное, не совсем осознавали, что вы его предали во время предательства, так скажем. Вы, наверное, даже вообще не думали о том, что, ну, вот, я его предаю. Как плохо, как плохо. Но я подамся этим регрессивным, сиюминутным, плохим вещам. Я предам себя, я предам этого человека. Я буду вот плохим. Нет, ну, я не могу. Я должен пойти по простому пути. Зачем же идти по сложному? Я пойду по простому. Нет, так обычно никто не думает просто. А это просто, это выдумки Олега, в данном случае. И прочих моралистов. Это, ну, не автор всего этого, честно скажем. Это уже было тысячи и миллиарды раз. Описанный постулат равным образом справедлив и применительно к поведению в отношении наших близких. Мы уже имели возможность убедиться, что предательство самого себя пагубно для личности. Ой, очень, да, пагубно. Ужасно пагубно. Но убедились, вот, прям вот, вообще других вариантов у нас не осталось даже. Мы про убийство, да, там вроде три абзаца читали, которое было вообще почти никак не связано с тем, что вот здесь написано. Ну, замечательно. Связано это с тем, что каждая ячейка последнего... Так, последнего. Ладно, я пропустил, а плевать. Доверие, а не нефть, газ или деньги есть единственный подлинный экономический ресурс. Без комментариев. Совсем неудивительно тогда, что мы относимся к предательству с таким отвращением. Как к посягательству на нечто священное. Ведь так оно и есть. Прав был и гений поэта Данте, поместивший предателей в девятый круг, а до предательства есть подрывной акт, наносящий удар в самое сердце личности. Так и социума. Дистиллированная сущность аморальности и преступности. Преступности как таковых. Преступность как таковая возникает из-за предательства. Только предательство создает все другие грехи и убийства, и воровство, и, не знаю, и ложь. И все создается из предательства. Ну и кто теперь Светов? Я, честно говоря, в шоке немножко, простите, друзья. Тут небольшой казус произошел с шутками. С кринжовыми шутками произошел небольшой казус, да. Но я не мог поступить иначе. Потому что иначе я предал бы себя, наверное. Ща. Все. Все, камера настроена практически. Все. Сидим дальше. Сидим дальше. Размышляем. Так. Это гарантированный путь к личностному распаду, порчи, объединению, перспективы. Ща. Опять что-то не так. Во. Вот сюда, пожалуйста. Сиди мне. Вот. Давайте вот сюда. Вот так вот. Да. Много менее приятным местом, чем он мог бы быть. Так вот. Давайте еще раз проговорим вообще важные моменты. Откуда в нашей этике, в этике европейской взялось такое перезрение к предательству? Из христианства. Очевидно. Главный грех в христианстве это предательство. Предательство Бога. И дальше по нисходящей. Сначала идет предательство Бога, потом предательство, ну, например, церкви, потом предательство родителей, предательство друзей, предательство знакомых, предательство всех остальных дальше уже идет. В общем, да. Все это просто берется калькой, в общем-то, с предательства Люцифера, предательство. Когда люди, в общем-то, предали доверие Господа Бога, то есть Адам и Ева предали, в общем, его яблоко съели. Это было тоже определенный акт предательства. Дело в том, что христианская догматика вообще строится на предательстве. Предательство там действительно главный грех, ключевой. И поэтому, например, тщеславие, гордыня из всех других грехов это передовые, самые первые грехи. Опять же, по какой причине? Ну, что плохого такого в гордыне может быть, например? Да, то, что гордец, он не будет никак, в общем-то, с вами взаимодействовать позитивно, для вас не будет думать именно о вас. Любое взаимодействие, в общем-то, с вами, даже если вы сам Бог, повлечет, скорее всего, тот акт, который люди обыкновенно называют предательством. Да, в христианстве это так. Я, конечно, могу предположить, что Олег православный христианин, ну, или, может быть, католик или протестант. Но если нет, то вот здесь написано, вся статья это полный идиотизм, честно говоря. Ну, она не имеет никакого основания, кроме вот христианского. В христианских мифах это действительно так. Это абсолютно, да, так. Так практически считают все христиане. Предательство грех. И поэтому в нашей культуре, именно в нашей культуре, в европейской, русской в том числе, предательство является одним из самых главных грехов. Но в других культурах это не так. И вы не найдете здесь никаких доказательств того, что это так. Причем вы даже не дадете никаких доказательств здесь вообще в принципе. Потому что мы апеллируем к Данте Алигере по какой-то причине. Гению. Гению Данте Алигере. Ну, не знаю. А гению Маркиза Де Сада считал наоборот. Ммм? Аргумент? Не аргумент. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Думайте, пожалуйста, о моральных понятиях более широкими категориями, чем вот это вот фуфло. Ну, просто в наше время известно огромное количество источников, с которыми можно поработать. И ознакомиться. И, в общем-то, узнать побольше о разных моральных системах. Олег поленился это сделать, и вот он считает, что есть какая-то такая вот единая для всех во всем мире мораль. Ну, замечательно, прикольно, круто, хорошо. А только этой морали, к сожалению, нет. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok